Ребята, а вы знаете, что раньше школы преподавался предмет по автомеханике? Представляете, ребята нашего возраста уже знали, что, где и как работает. Вот и мне стало интересно, поэтому я вам покажу и расскажу, кто же такой автомеханик. Машины – это один из самых популярных и важных видов транспорта, поэтому профессиональный автомеханик на весь золото. Ведь это человек, который может устранить неисправность железного коня. И вот я в одном из мест, где выпускают таких специалистов. Ребята, вот мы уже и в Якутском автодорожном техникуме, и нас встретил Сергей Юрьевич. Здравствуйте! Какие дисциплины вы преподаете? Здравствуйте! Я преподаю правила дорожного движения, а также являюсь инструктором по вождению. А вы можете провести нам мини-экскурсию? Да, конечно. Вау! А где мы сейчас находимся? Мы сейчас находимся в кабинете практического обучения. А для чего нужно все это оборудование? Более подробно может рассказать специалист Алексей Семенович. Давайте пройдем к нему. Здравствуйте, Алексей Семенович! Здравствуйте! Я вижу здесь очень много тренажеров. Можете поподробнее рассказать об этом? Конечно, можно. Этот тренажер автомобильный. Семейство автомобилей, наше отечественное производство, КАМАЗ. Здесь ребята проходят практическое занятие по определению, обнаружению неисправностей, неисправностей, а также их обязаны устранять. Для этого упражнение дается определенное время, и за это время ребята специальным оборудованием, мультиметрами, сканерами должны определить неисправности электрооборудования автомобиля КАМАЗ. Это новейшие модели действующих деталей КАМАЗов, на которых ребята могут практиковать свои знания, полученные здесь на парах. Столько соединений, столько деталей. Если что-то не так прикрутил, безопасность может быть под угрозой. О, теорическая подготовка водителей. Значит, я обучаю студентов теории по вождению. Здесь студентов по специальности автомеханик обучают правилам дорожного движения. О, как интересно. А можно заглянуть туда? Да, давайте, зайдем. Это так здорово, что ребята могут выучиться здесь на права, не теряя своего времени. Например, в этом кабинете ребята проходят теорию правил дорожного движения, после которой они могут пройти тесты за компьютерами. Ну а далее их ждет самое интересное – это практика. Ближе к восьмому классу у меня стало тянуть габаритные техники, например, КАМАЗы и Таракторы и все в этом духе. Какие, на твой взгляд, качества важны для профессии автомеханика? Ну, я думаю, это терпение, ловкость и логика. Я мечтал в детстве быть банальным водителем, потому что я с детства смотрел разные ролики, фильмы с авто, и у меня как-то это подсознательно отразилось. Качества для автомеханика важны – это грамотно поставленная речь, уметь с человеком вести диалог и мастерство. Хороший механик – он всегда на вес золота. Почему именно профессия автомеханика? Ну, не знаю, у меня с дядей, он всегда возился с машинами, с ними интересно было, поэтому стало желание. А недавно в автодорожном техникуме открылся центр покраски и реставрации ретроавтомобилей, где ребята практикуются в реставрации, сборке и разборке, покраске, шлифовании и полировке машин. Благодаря такой практике ребята еще больше начинают разбираться в машинах. Ребята могут поступить после 9 класса сроком обучения 2 года 10 месяцев и могут поступить после 11 класса срок обучения 10 месяцев. Получив профессию автомеханика, ребята получают навыки ремонта и технического обслуживания автомобилей, а также они бесплатно обучаются категории БЦ и становятся полноценными водителями. Спасибо большое, Сергей Юрьевич, за такую подробную экскурсию по вашему техникуму. Пожалуйста, было приятно провести экскурсию. А на этом у меня все, всем пока!